за что еще люблю путешествия так это за неожиданные повороты событий конечно с приступочки легче надевать главное делать все медленно виды просто настолько подбадривают на пути что тяжесть рюкзака становится незаметной река улаханцы карыр теперь перейти можно мне пока не надо вот тут в речке сейчас идет такая отличная конная тропа стою на длинном косом перекате но вот вниз переходить не левее на перекате мелко к вечеру вышло солнце тучи разошлись дымка пропала согласитесь ковер фирменный совершенно не нужно дно ночью ко мне приходили приходил табу лошадей топотали ржали думала как бы палатку не раздавили тропа пропала ну как выйду на хорошую дорожку еще появится бывают заболоченности в лока лежат старая заросшая протока сейчас дорожку превратилась мне удалось перейти речку просто надо браться жить припеваючи обратно перейти не удалось лезу на откос что поделать вот эти пейзажики прям возвращение блудной дочери на галичнике а то все поделим комары еще летают погода какая-то сонная речка очень добрая домашняя хочешь на одном берегу вставай хочешь на другом местечко однако живописное время вставать пора на этом броде все таки залила зато после брода по галичникам то идти пробираюсь в берегу протоки заросшая она ивой и вот из реклиственницы ну вот осмелела пошла в брод забыла из кармана карту вытащить я спаслась на сухой протоке левого берега время обеда большую петлю здесь описывает речка на юг а я иду все равно вдоль нее срезать петли здесь не получается река петляет за бродом следует новый брод только перешла опять надо на ту сторону туман подкрадывается к моей стояночке ну вот карта подсохла я ее подправила заканчивается еще один день пути наверх к горам а комары они не висущие они даже здесь рядом с нами далека ну вот и мишка речка снова собирается в одно русло более-менее в том числе значит вот такие тундровые лужаки вот здесь седневишка еще есть у пасты да, картинка конечно зловещая горе в дымке солнце красное Вот я в ту же зоне, здесь отсветает пиво, чтобы плавлю в ледяное царство. Большая наледь, тарын, саала осталась позади. На обед, раз баранка, два баранка, а ведь я подхожу, надо сказать, к самой высокой части Верхоянского хребта. Эх, какая бы здесь красота была без дыма, но ничего не поделаешь. Здесь все русла пересохли уже, вот и речка появилась. И так отдохнув денек стойбище оленеводов, я отправляюсь на гору дома. Голубейка и березка уже поменяли свою окраску. выше по долине появился ручей, а там внизу уже ушел под гальку. Все время приходится переходить то на одну, то на другую сторону. Свет начинается. Путма лежит туда. Сюда уже залезала, ножом ступеньки немножко вырубала. и все может обрушится. Не, не пойду. Вот такой снег здесь. Возвращаюсь. Вот я вернулась на стоянку. Уезжаем практически на перевал уже. Собопол. Вот он перевал. Такой пологий. Вот и мы проходим этот перевал. Здесь уже течет река Самопол, в которой я буду сплавляться 411 километров ее длина от истока. Исток тут недалеко в ущелье лежит. Вот оно, ущелье из которого вытекает Собопол. Да, вот уж не думала, что сани можно спускать с таких крутых склонов. Николай ведет. Айдын страхует. А седло из брезента. Что это? Ага. 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 Сегодня облачность чуть поднялась. Дымовая. Приятно, когда в избег гудит печка. Уютно здесь, хорошо Ну вот вода в речке снова пропала Иду по сухим руслам Где островки леса не смыло Дорога становится пожилописнее Вот такие местные одуванчики Ну вот, откуда ни возьмись, появилась речка Может быть уже сейчас можно будет по ней плыть Вполне себе А хребты тут с такими зубчатыми вершинами Солнышко наконец-то вышло Дымку разогнало чуть-чуть Какая-то видимость появилась Наши слезы Фу, все, прошла Стою на впадении с ручьем Ингари Итак, я начинаю сплав по лете Соболох Здесь мне остается сплавиться примерно 375 километров Сейчас мы находимся на высоте примерно 693 метра А Лена уже где-то, ну порядка там 50 метров где-то так Высота над уровнем моря Так что мне сплавляться порядка 650 метров высоты потерять Ох, как здорово все-таки садиться в лодку и плыть Ну вот сейчас там будет, конечно, перекатик Наверное, сяду, но ничего, ничего Вот от этого мыса леса я начала сплав Ну, тут нормально Водина есть Хорошо Наконец-то, вот она, первая добыча Вот он, какой Хариус Красавец Ну, такая уж она большая Ай, когда льет Оп, оп Нет, смотрите, не заливает Ну, нормально Здесь пока еще расход маленький в речке Воды все-таки маловато Вот сиди на камушке Среди шеверки Видно, прям, как речка под горку катится Но мало-мало воды Сейчас опять сяду Там, где река еще и на протоке делит Совсем мало воды Безветрие Тепло Иногда чуть накрапывает дождик Ой И тишина Потому что Потому что я стою Дали от речки Ступила Полная осень Вообще все желтое Итак, 20 августа Я продолжаю свой сплав По реке Соболох-Маян Прозрачная водичка Вкусная смородина Да, пожалуй, пора гулять с рюкзаком А потом с лодкой отдельно Вот она моя лодочка И вот картина Репина называется Называется Приплыли Конец речки Да Интересные Интересные повороты Вот так иду По сухому руслу Ну вот вода появляется Из-под гальки Ну вот, более-менее А туда распадок Это идет Века Кваланда Правый приток Соболох-Маяна А тут недалеко За перевалом Начинается Вережка запутывается За камень Цепляется Вот так еще нормально Будется Появилась Появилась водичка Вот такой порог Новые-новые Дали открываются За поворотом Встала на великолепном месте Вот солнышко Проглядывает Здесь река делает повороты Вот Самое место обеда Было Вот это Долина Кваланды Но я заранее заметила Такой участок Не еду Хотя в принципе Можно, можете Проплыть Красотища Все-таки Эти протоки Уже на три разделились В распадках Вон снег лежит Ах Какие сопочки Какие горочки Когда скатываешься По горочкам Неминуемо Садишься на камешки Так чуть-чуть Постукивает Тебя под пятой Чуть Точки Но зато Передвижение Это какое Пошло Быстрое Почти уже Не вылезают Лодки А впереди Какой красивый Берег Ястряничный Навалил меня на камешек На мощи Но Недостаточная моща Чтобы Что-то сделать С легким В одной из проток Вот Мне встретилось Вот такое место Плюс Нет Что-то их тут Не видно Настоящая река На этом участке Какая гора Можно делать Траверс Сей вершины Наверное Это мои следы А это следы Хозяина Тут были Брусники Берег Красочный Вот такая погода Ставит вечером Дождик был Маленький очень И сейчас Чуть-чуть накрапывает Много камней Конечно Воды мало Здесь вот тоже Вода шла Когда большая была Паводок И какие-то Красные камни Вот уже иногда Какие плесы Совершенно почти Спокойной Ровной воды Такой порог Попробую Зайдить Перегорожен Мелкотой А тут Не видно было Перепада Да и вот На заходе Много камней Сходу прошла порог Хорошо Захлестала Скалы тут Пошли Какие-то Какие здесь Интересные Обнажения Да На реке Пошли Завалы Из бревен Сейчас перепрыгивала Сучок Задела Чуть не пропорола Лодка Надо Да Только Речка Снизила уклон Так пошли Вот такие Вот завалы Вот оно Самое Коварное Препятствие Все Остановилась на обед Чизеневом лицу На берегу протоки Здесь уже так сильно Не Не ревет река Очень приятно И вот на обед У меня Вяленая баранина Пока нет рыбы Грызу ее Сплавилась я уже Почти 30 километров А вообще Сверху их реки До сюда Где-то 55 А вот порог-то порог Сверх вообще не видно было Что там дальше Пошла смотреть Буду проводить до конца Большую воду Вот здесь везде вода А сейчас только узкий проход Вся вода туда льет О какой Главное там даже Сливник За поворотом открылись новые горы Новые виды И там более светлое небо Наверное весь дым Весь туман Поднимается наверх Какая корона Распадки облака Здоровый Здесь лось прошел Ой какой Как все приятно Выйти На спокойный участок Речки Ох наконец-то Солнышко показалось Ох А мне идти вон В ту долину Нашла приметное место Здесь разобью лагерь Завтра Завтра пойду отсюда Пробовать в сторону Пройти озеро Лыбалах Так Это Приклеилось Вот еще дырка После вчерашних камней На удивление мало Вот с таким рюкзаком Можно путешествовать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...